И к нашему эфиру присоединяется Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегии. Игорь, приветствую вас в эфире Freedom. Здравствуйте, приветствую вас. Игорь, вот идея Макрона по поводу отправки войск, она не была воспринята как минимум категорично, но все-таки не было какого-то официального решения с тех пор. Президент Литвы Гитамас Науседа все-таки сказал, что отправка западных войск в Украину возможна. Так вот, как считаете, заявление, начнем с Литвы, к примеру, президента Литвы означает ли, что по крайней мере литовская политическая элита, большинство, давайте так, может и нет абсолютного консенсуса, но большинство политической элиты Литвы готовы поддержать президента, раз уж он это уже заявил? Мы должны понимать, что не только в вопросах стран Балтии, но и каждого государства, которые принимало участие в данном обсуждении, все-таки они пытаются смотреть на ситуацию с рейтингами, с настроениями внутри конкретного государства, уровни поддержки Украины, уровни страхов местного населения. И понятное дело, что и от этого, на самом деле, очень сильно влияет и общая позиция. Но, как по мне, действительно, господин Макрон открыл очень широко окно Авертона, и страны Балтии, на самом деле, дали небывалую поддержку, на самом деле, этой инициативе. Также мы видели неплохие отзывы, например, от Нидерландов на этот счет. Ну и очевидно, что, на самом деле, с каждым месяцем, каждой неделей, все-таки приверженцев такой возможности опции, это не решение, это опция, все-таки мы сейчас видим, что таких стран становится больше. Но, опять-таки, я хочу подчеркнуть, что тема приглашения иностранных войск целиком и полностью — это прерогатива официального Киева. Сегодня Украина стоит на позиции поставок вооружения, усиления этих поставок, выдерживания ритмичности поставок. Захватят ли, либо господин Макрон с другими членами НАТО прислать свои национальные силы в поддержку Украине? Эта опция будет, думаю, очень кстати. Но все-таки право на приглашение остается за Киевом. И это главный нюанс, это уважение к украинскому суверенитету, это то, что демонстрируется сейчас со стороны западных стран, и то, чего не хотят видеть ни российский агрессор, который продолжает свою агрессию против нашего государства, ни его партнера. Игорь, очень важную часть этого вопроса на самом деле подняли, что касается инициативы Киева, это на самом деле очень важно. Но мне вот очень хотелось бы еще понять решимость Запада, знаете ли, на самом деле. Потому что мы видим, как она на протяжении двух лет увеличивалась, и что так называемые красные линии, вообще все реже и реже звучит это словосочетание, по крайней мере, со стороны стран Запада. Это еще Россия пытается каким-то образом манипулировать. Но вместе с тем мы понимаем, что для Путина красные линии это абсолютная условность. Помните, как он говорил, что если в Крым хоть одно попадание какое-то будет, Россия это воспримет как удар по территории своей страны, и тогда будет ядерный удар. Но мы видим, что все-таки нет такой реакции от Путина, и что едва ли он сам готов придерживаться своих же слов и угроз, просто хотя бы потому, что для него это тоже как минимум невыгодно. Но вот вы уже частично начали говорить о том, что не только страны Балтии, что еще отдельные страны могут, и неплохо было бы, чтобы они поддержали подобного рода решения. То есть мы пока не говорим о том, что это решение может быть в перспективе принято вообще на уровне Европарламента. Это лучше, если постепенно будут приниматься решения, чтобы, знаете ли, ощущение поддержки Украины со стороны Кремля все больше нарастало, как и, знаете, такая себе нарастающая паника, и, возможно, осознание своей беспомощности уже в этом вопросе. Мы должны осознавать, что ни НАТО, как блок военно-политический, ни Европейский союз, как политика экономическая создания, на самом деле они не будут принимать таких решений. То есть это целиком и полностью отдается на откуп конкретным странам, нашим партнерам. Может быть создана коалиция тех государств, которые не против направить свои силы в поддержку Украине. Например, та же Польша, к примеру, мы видим, дискуссия сейчас там идет, ряд других стран. И действительно сейчас определенные консультации, это еще не переговоры, но консультации уже ведутся, и ведутся они еще до публичного объявления о данной идее со стороны президента Макрона. Поэтому я думаю, что все-таки, чем дальше будет продолжаться российско-украинская война, тем больше наши партнеры будут понимать правильность все-таки и тактики, и стратегии, когда враг не может понимать, а где же границы? Где границы того, что могут предоставить партнеры Украине? Ведь на самом деле Россия, она пытается вести нас в войну фактически симметрическую, симметричную, когда общее количество танков, количество живой силы начинает сравниваться, и понятно, что в таком противостоянии Украина находится не в сильной позиции. Но Украина сейчас применяет, мы как видим, все-таки асимметрические действия для того, чтобы противостоять Российской Федерации. И как раз введение иностранных войск, например, в тыловые районы в Украине, это как раз один из таких вариантов. Например, иностранные войска могли бы прикрыть границу с Белоруссией, либо с непризнанным Приднестровьем, либо такие иностранные войска могли бы взять на себя часть охраны определенных инфраструктурных объектов, либо аэродромов. Потому что мы понимаем, где зайдут иностранные войска, там они же и привезут свои системы ПВО. И это тоже нужно осознавать. То есть мы дополнительно таким образом и усилим небо. Поэтому на самом деле вопрос крайне интересный. И действительно он усилит возможности непосредственно сил обороны Украины противостоять Российской Федерации на передке. И этого сейчас боится Российская Федерация. Именно поэтому мы слышим новые угрозы со стороны Дмитрия Медведева уже чуть ли не на ядерные удары на европейские столицы в связи с этой идеей. И это означает, что мы попали в точку. Попали в точку. И эту тему надо разрабатывать. Будет ли принято политическое решение? Это уже на откуп военно-политическому руководству Украины. Но тем не менее этот вопрос действительно нуждается в проработке. Игорь, вот часть мнения созвучно с вашим по части тактики в отношении российской агрессии. Я хочу сейчас озвучить и потом с вами еще несколько с другой стороны это обсудить. Так вот, российского диктатора Владимира Путина стоит поставить в такую ситуацию, когда он не будет знать, чего ждать от Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Родослав Сикорский в интервью BBC World. Отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли Польша возможность отправки своих войск в Украину, Сикорский сказал, что Варшава не будет раскрывать карты. Подчеркнул, что Польша на оборону тратит наибольшую часть своего ВВП среди стран НАТО. Это 4%. В следующем году Варшаву на оборону сможет выделить и даже больше. И вот вопрос в связи с этим у меня есть к вам. На самом ли деле, готовы ли мы, я имею в виду Украина и партнеры Украины, на данном этапе как-то просчитать реакцию Путина? Я просто хочу немного еще дать отсылку к прошлым заявлениям Путина, когда он еще в начале полномасштабной войны говорил, да что вы думаете, Украина что, сама может так сопротивляться? Там уже давно войска НАТО, и мы боремся не с Украиной, а с НАТО. Он же четко это проговаривал. И вот когда Макрон заговорил об отправке войск НАТО в Украину, он сказал, только ступит сапог военного НАТО, Россия незамедлительно отреагирует. Ну получается, сам себе противоречит. Так вот, в связи с вот этим опытом такого себе общения, непрямого, конечно, с агрессором, насколько мы можем просчитать реакцию России? Мы должны осознавать, что Россия на самом деле не делает сейчас какие-то шаги в ответ. И она не реагирует на ту помощь, которая предоставляется. Россия идет по намеченному плану, который они себе очертили. Просто момент другой. Удается ли им этот план, либо не удается. Та же самая ситуация, как с запуском информационно-психологических спецопераций, касательно отдельных фрагментов Украинского фронта. Хотя мы все понимаем прекрасно, что враг сконцентрировался в Донецкой области и делает все, чтобы получить максимальный контроль над этим регионом Украины. Но, тем не менее, в информационной среде видим совершенно другие вбросы. И в данном ситуации на самом деле это что-то схожее. Что Путин на самом деле у него какой-то, знаете, плановый подход к проведению так называемой СВО. Но что мы видим? Что у них постоянно отодвигаются сроки взятия того или иного населенного пункта. Взятие этого населенного пункта не приносит должного пропагандистского эффекта. Средств тратится гораздо больше, чем было запланировано. Вот, к примеру, сейчас Российская Федерация может воспроизводить оружие в два раза медленнее, нежели она его тратит сегодня во время войны против Украины. И это как раз показывает, что Путин сейчас более нацелен не реагировать на те или иные действия со стороны западных партнеров Украины. А он все-таки намерен внедрять какие-то изменения внутри, чтобы усиливать ВПК. Для того, чтобы готовить страну к дальнейшей агрессии. Мы ведь понимаем, что тема второго фронта, который хочет открыть Путин, она взята не с потолка. Единственный нюанс, который сдерживает Путина с точки зрения скорости внедрения этих планов, это Украина, это героизм украинских воинов. И чем больше мы будем получать поддержки со стороны Запада, тем менее Путин сможет реализировать то, что он нарисовал у себя в голове и то, что его руководство показывает на соответствующих закрытых заседаниях. Поэтому это как раз и показывает, что сейчас для того, чтобы в странах НАТО сейчас, вот американцы сказали, что американский солдат придется ему вступить в войну, если Украина там не выдержит. Так вот, именно сейчас это четкий показатель, что Украине нужна дополнительная помощь для того, чтобы планы Путина остались лишь у него в мыслях и на бумаге Российской Федерации. А как мы знаем, документы даже Российской Федерации не стоят даже того листа, на котором они написаны. Я вот хочу в завершение еще кое-что обсудить. Военный провал России уже очевиден, это не мои слова, об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. И в интервью «Новой газете» он сообщил, что Россия понесла огромные военные потери, около 150 тысяч погибшими и 500 тысяч ранеными. Но это и для нас не секрет уже. Также глава французского МИДа прокомментировал инициативу президента Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину. Мы услышим цитату и после нее продолжим. Россия должна понять, что когда мир в Европе оказывается под угрозой и на кону стоит безопасность наших сограждан, то ограничений нет и не исключается ни один вариант. Стефан Сежурне, министр иностранных дел Франции, в интервью «Новой газете». Давайте попробуем действительно оценить, насколько у России есть возможность немножко получить еще поддержки. Вы говорите, вооружение теряют, танки, технику с такой скоростью, с которой не успевают восстанавливать. Я такое также слышала в нашем эфире от военных экспертов в том числе. Но мне вот интересно, где Россия все-таки может еще подживиться. Например, Беларусь пытается втянуть в эту войну, и там Беларусь уже из стран Аббалтии как-то угрожает. Но ведь для того, чтобы Беларусь втянуть в эту войну, ее нужно также поддержать, потому что у самой Беларуси нет таких ресурсов. Едва ли соберется вот такое большое количество добровольцев, которое нужно России для того, чтобы Беларусь была такой себе отчасти независимой поддержкой. Также Северная Корея, может быть, как-то с техникой поможет. Но ведь тоже ресурс так или иначе исчерпаем. Где реально Россия может получить сейчас качественную поддержку? На самом деле, она уже активировала те возможности, где можно быстро найти необходимые средства. Это Иран, это Северная Корея, которую вы уже назвали. Касательно Беларуси, Беларусь уже была задействована максимально, уже чуть ли не в первый год широкомасштабного вторжения России против Украины, когда с ее складов доставались с консервации разная бронетехника. Сейчас белорусские ВПК используются как ремонтная база. И также, не забываем, там даже, и даже сейчас, например, те же вагнеровцы проходят определенное учение как раз на территории подконтрольной режиму Лукашенко. Но, опять-таки, Беларусь используется сейчас как ядерное пугало с точки зрения как раз размещения тактического ядерного вооружения. Ну и плюс риски, очевидно, вокруг Сувальского коридора. Именно поэтому сейчас мы видим заявление Лукашенко о подготовке к войне и о дальнейшей такой идеологической эскалации, то, что сейчас фиксируется с уст официальных представителей Беларуси. Но, тем не менее, нужно понимать, что все равно Европа сейчас должна показать как минимум возможности производства не менее, чем производит та же Российская Федерация. Да, Российская Федерация, как мы уже назвали, она тратит в два раза больше, чем производит. Но как-то так выходит, что по тем же артиллерийским снарядам страны Европы производят в два раза меньше, чем Россия. И именно в этом сейчас Путин видит возможность воевать на истощение. Именно поэтому сейчас крайне необходимо наращивать производство общеевропейского ВПК в координации с украинским. Мы знаем о форуме оборонной промышленности в Брюсселе, который как раз имеет одну из целей обговорить пути реализации недавно принятой европейской стратегии. Поэтому на самом деле есть куда еще стремиться Европе, но Россия должна понимать, что партнеры Украины, те страны, которые сегодня поддерживают наше государство, они имеют военную мощь в 18 раз больше, чем Российская Федерация. Поэтому война на истощение все равно не позволит Путину выполнить те стратегические цели, которые он перед собой ставит, а просто затянет этот конфликт и еще ослабит позиции самой Российской Федерации. Благодарю вам, Игорь, за то, что вы присоединились к нашему эфиру и помогли детальнее разобраться в теме. Игорь Челенко, политолог, председатель Центра анализа и стратегии был с нами на связи. Игорь Челенко,